Ну вот, снял тягу с датчика. Тяга резиновая, аккуратно, чтобы ее не порвать. Потом вот здесь ухо кронштейна, головка на 10 прикручена, снял здесь с кронштейна и провода снял с кронштейна. Стойка стабилизатора у нас головка на 18, стойка шаровой опоры у нас головка на 19. Здесь у нас должны быть ключи на 21, но когда мы будем затягивать, вот есть вмятин на подушке. Рычаг поставим по этой вмятине и затянем. Открутил я оба крепления, передний болт я вытащил, здесь удобно. Вот рука залазит легко, когда пыльники эти сняты. Также выдергиваем этот болт и все, рычаг у нас выходит полностью. Вот про что я говорил. Отсюда у нас открывается доступ к шпилькам. Только надо сверла теперь длинные, чтобы туда подлезть. Еще длинные сверла. Придумал я, что буду делать. Съезжу сейчас, куплю цанговый зажим удлиненный. Уже зажим этот зажму в дрель, а в зажим буду уже сверло затягивать. Потому что такого длинного сверла найти целая проблема. И биения на сверле будет больше, чем на цанге. Также открутил я снизу болт с рулевой в овала. И снимаем рулевой вал, чтобы он нам тут не мешал. Поднимаем его вверх и вытаскиваем. Вот он, рулевой вал. Здесь он телескопически двигается, поэтому вниз я его сжал и снял. Вот, придумал вот такую штуку. Взял болт в головку. Есть метчикодержатель такой с цанговым зажимом. Я его разобрал, снял зажимную головку, патрон. Здесь просверлил в болту отверстие. Получилось там 6,9 отверстия. Вставил его туда и обварил. Обварил и отцентровал, пока горячее было, в дрель поставил быстренько. Биение есть, но не сильное. Свердить можно. Вот так вот удлинил. Теперь иду сверлю шпильки. На улице уже вечер, поэтому освещение немножко будет корялое. Ну вот, вот так вот ее здесь уже накернил. Начал. И начинаем с маленького сверлышка. 1,8 миллиметра я взял. Сверлим. Вот так вот, не спеша, оба крепления, обе шпильки буду высверливать. Сверлю. Просверлил я отверстие. Сейчас мером замерим. Вот, до кромки уперлась. Вытаскиваем. И смотрим. Полтора миллиметра. Так. 15 миллиметров. По новой турбине, по корпусу померил. Там как раз 15 миллиметров до коллектора идет. Вторую тоже. Сейчас замерю. Так. А здесь еще не досверлил. Здесь 12 миллиметров. Сейчас еще 3 миллиметра досверлю. И уже большим сверлом рассверлю. Ничего, получается нормально. Инструмент, который доработал, работает. Продолжаем. По времени долго, конечно, получается. Но здесь спешка как раз ни к чему. Вот так вот, если обломить сверло в шпильки, танцы с бубнами будут большие. Поэтому я сверлю через 0,5. Вот просверлил сначала. 1,8 у меня сверло сломалось. Взял двоечку. Двоечкой просверлил. Потом 2,5. Тройку. 3,5. И вот сейчас уже четверкой сверлю. Посмотрите, как четверочка заходит. Сверло. Четверка понравилась. Очень хорошо идет. Сейчас. Сейчас. Перехвалил. Сверлим. Все. Можно отрапортовать. Моя затея удалась. Турбину я высверлил. Вот если видно, она шевелится. Со шпилек я ее обломал. Снизу крепление 2 болта на 10 я открутил. Сейчас пока их не показываю. Потом снизу залезу, покажу. А теперь откручиваем. Сейчас продую. Всю стружку сдую. Откручиваем подачу масла. И откручиваем снизу сток масла. Также открутим вот эти два патрубка с турбины. Забор и подачу. И все. Турбину вытащим. Это прекрасно. Кузов отрывать не понадобится. Берем Торкс Т-50. Так, штуцель я ослабил до конца. Я его не откручиваю. Пока оставлю в таком положении. Ослабляю оба хомута на патрубках. Головочка на 7. Ой, перестарался. Хочу показать снизу, где открутим масло слив. Оп, слив масла. Вот. С этой стороны. Вот отсюда видно, вон она трубка. И там два болта Торкс Т-30. Сейчас набор наберу. Удлинители на 1,4. И откручу. Но показать не смогу. Когда уже сниму турбину, покажу. О чем я говорил. Неудобно. Вот Т-30 Торкс. Я имел ввиду вот такое количество удлинителей. Набираю и снизу подлажу. Открутил слив. Один болтик снял. А второй, вот он у меня висит. Вот отсюда его видно. И отсюда потом, когда будем устанавливать, будем помогать здесь уже его поправлять. Крутить отсюда не получится никаким образом. А вот поправить получится. Открутил трубку слива. Теперь трубку подачи до конца откручиваем. Все, подача у нас свободна. Она не мешает, она двигается. Теперь можно шевелить турбину. Турбина у нас в данный момент сидит только на патрубках и на разъеме управления. Снимаем. Пробуем. Пробуем. КОНЕЦ 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 О, с интеркулера с турбиной масло пробежало. Так, ну, верхний патрубок сняли. Ну, нижний патрубок тоже практически сняли. Теперь у нас еще разъем держит. Приятного аппетита! КОНЕЦ 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 НЕЛО Снизу кронштейн. Которым крепится турбина к блоку, упирается. Сейчас посмотрю, если я не смогу с ним снять, откручу его на месте. Нет, откручиваю кронштейн. Решил открутить кронштейн крепления редуктора переднего моста. Головка на 24. Да, головка на 24. Откручиваем вот этих три болта и один болт на подушке. Подушку мы снимем, я думаю, что у нас там все выйдет. Откручиваем. Так, все, здесь я три болта открутил. Редуктор у нас на этот реверс улег, его даже не надо не поджимать, ничего. Теперь идем, снизу смотрим, вытаскиваем болт, снимаем подушку. И попробую уже снизу показать и вытащить турбину. Вот болт подушки переднего моста и подушка сама. Мы ее даже снимать до конца не будем, мы просто ее опустим вниз. Чтобы у нас вот этот кронштейн... ... ... ... Снял я разъем, но пришлось снимать неудобно. Для этого надо трубку щупа снимать изначально, с самого начала. Снял я разъединяю. Снял я разъединяю. Снял я разъединяю. Снял я разъединяю. Вытащил. Вот это геморрой. Но победил. Вот она турбина. Вот шпильки, которые высверлил. Обломыши еще с резьбой там. Вот этот кронштейн мешает. А вот до этих двух болтов, ну открутить можно было, но потом закрутить их целая история. Вот этот вал держу. Здесь масло уже полетело. А вот этот вал он отвалился. Лопнуло. Лопнуло ось. Турбине пришел конец. Можно снять турбину, не снимая кузова. Завтра буду ставить.